Здравствуй, зритель! В общем, второй обещанный за сегодня обзор. И обзор это у нас будет Ифраше. Получилось так, что у меня с собой была сумочка. И я как-то рассчитывала, что на почте будет максимум какая-нибудь посылка пакетиком из Китая. И она у меня, конечно, влезет в эту сумочку. Но была не только посылка из Китая, была еще посылка от Ифраше. Очень быстро пришла. Ой, пардон. 29-го мне написали, что она отправилась. Вообще 28-го она отправилась. 29-е сегодня получается уже 30-е. И 30-го она получилась. Ну и, в общем, смотрю, эта коробка. Пытаюсь эту коробку засунуть в сумочку в эту кукпетовскую. И мне кассирша говорит, что типа это, коробки что-то маленькое, а коробка действительно как-то раза в два или в три больше, чем содержимое. И что можно из коробки достать и в сумочку типа положить. Ну, после вот этого ее, что коробка маленькая, и так это. И дает мне ножницы. Я так понимаю, что коробочку можно срезать, открыть. И как бы обычно-то на почте так и делается, что что-то получаешь, открываешь там, смотришь, дошло-не дошло, и сваливаешь. Я говорю, что можно открыть коробочку, да? А типа, ну, говорит, если вы не против. Ну, и в итоге я коробочку вскрыла, все, что в ней было, достала, положила в сумочку. И спрашиваю, ну, думаю, а почта практически рядом находится с мусором, который перерабатываемый. И думаю, сейчас вот тогда это удобно так вот на плече сумочка, в другой руке коробочка снесу, отправлю на переработку и пойду дальше. И спрашиваю вам, говорю, коробочку-то оставлять? Ну, как бы оставить, нет. Она говорит, да, да, пригодится, типа, под газеткой. Думаю, какое счастье. И думаю, и от коробочки избавилась. И все в сумочку мою врезала, и человеку еще коробочка пригодится. И, в общем, поэтому у меня все вот это вот, как бы, пакетики и вскрытия коробочки не будет. Но я вам сейчас это все покажу. Я просто перекладывала, особо-то не разглядывала. В общем, у нас тут есть вот такой замечательный бумажный пакетик. Сложенный он у нас. И в пакетик из следы зафигаченный. Что у нас тут? А у нас тут АМ270, пакет розовый 219, точнее, 2019. Материал мелованная бумага полиэтилен терефуталат. Это вообще одно слово. Причем на П начинается, на Т заканчивается. Размер 12х19х9. Дата изготовления декабрь прошлого года. Срок хранения годности не установлен. Не требует особых правил хранения при бытовом использовании. Ну и сделано, соответственно, в России. Хотя обычно чаще всего бывает, что вот это все такое сделано в Китае. И Фрэше Франция. Вот такое вот замечательное. Так как у меня один набор шел как бы в подарок, там был пакетик упаковочный подарочный, то вот это вот как раз этот пакетик откуда вам. Можно так заюзать, можно заюзать, если вдруг 8 марта впереди что-то придется такое подарить и его сюда, ну что-то такое объемное подарить нам вот и красиво так вот сюда упаковать. А так как я сам набор покупала исключительно для себя, то в принципе я там даже этот пакетик уже обнаружила только в момент, когда сформировала заказ и оплатила, думаю, что там такое третье шло в этом наборе, а там оказывается пакетик был. В общем, вот такой замечательный пакетик. вот упаковочный пакетик лишний. Спасибо и фраше. Так, что у нас тут? У нас тут было три пробника, обычно пробники кидают там какой-нибудь крем для лица, ну этот один миллилитр или туалетная вода, там типа того, вот салфеточка такая влажная. А тут у нас растительный уход для волос, ночная маска для восстановления с жажаба 8 миллилитров останавливает и преображает очень сухие и поврежденные волосы. У меня, правда, они жирные вроде как, хотя моя подруга одна, у которой с недавних пор несколько лет уже как сверху жирные, снизу сухие, обнаружила, что у меня такие же волосы. Говорит, ой, у тебя тоже кончики волос сухие. Я говорю, видимо, когда я сюда переехала, они стали такие. Где-то причем с лета вот такое обнаружилось. Не знаю, может оно как-то мутировало вместе со мной. В общем, 8 миллилитров. Вот такая вот маска. Где тут она у нас? Нанести вечером на сухие волосы, распределив уход по всей длине волос и отступив от корней. Может быть, оно тогда как раз на корни-то и... А нет, тут отступив от корней, значит... Подождите, корни-кончики. Если вот это корни, то это кончики. Да, вот как раз можно на эти кончики нанести. Как раз этих 8 миллилитров должно хватить на эти кончики. Так, что тут у нас дальше? расчищите волосы и оставьте уход на всю ночь. Не требует смывания, не оставляет следов. Утром уложите волосы привычным способом. То бишь, вечером нанести, переночевать с ней и на следующий день оно должно как бы не грязниться и можно, в принципе, будет попробовать. Если я ей проникнусь, то, может быть, даже закажу. В общем, вот. Ну, она, конечно, у нас сделана во Франции. Кстати, ни хрена не во Франции. Ну, хотя бы не в России. Она у нас сделана в Мехико. Мексика. Мексика? А, нет, она у нас сделана во Франции, но импортирована через Мексико. Я помню, что через Мексику, не Мексика, Мексику, через Мехико у нас импортировалась цветочная диска красненькая, как тут такое оригинальное цветочное диско мне как-то подарила моя подписчица Лёлька из Тюмени. Я им усиленно, ну, не в смысле, постоянно и усиленно, но я им пользуюсь. И, в общем, короче, мои любимые духи, первые духи, которые я заказала во Фраше себе. И, в общем, первые духи, которые мне очень понравились в Фрашевске. Цветочная диска. Вот она тоже была импортирована через Мексику в Россию. Не знаю, вообще как это, с чем это связано. Так, в общем, вот у нас тут подарочек идёт. Эту самую. Так, я достала эту бумажку, она помялась, конечно, из этого. Что у нас тут на бумажке? В общем, набор, вот это как раз шампунь, бальзам и этот пакетик. Это у нас 616 рублей я отдала. Потом лак для губ. Ну, в общем, сам заказ у меня вышел где-то... Ой, сколько я отдала-то? Блин, телефон-то у меня где-то там и не вспомнить. Ну, в общем, где-то... А, 1200 с чем-то, 1200, да, вот тут как раз сумма стоит. Общая сумма заказа 1201 рубль. 1201 рубль. Ну, у меня был бонус носки к 300 рублей, плюс еще там как раз предложение по e-mail рассылке, как я говорила в одном из предыдущих видео. Это были кружки, которые я давно хотела. Вот тут у нас как раз увлажняющая маска, один из пробников. Кстати. Ночная восстанавливающаяся маска для волос. Это не то. Потому что увлажняющую маску я заказала. Причем я как бы в курсе была, что она небольшой такой тюбик, но когда я его видела, я так вот мельком, когда перейти давала из коробочки вот сюда, я так офигела. И вот она как раз у нас досталась. Вот таким размером вот эта вот увлажняющая маска. 30 миллилитров. Почему-то вот так вот держишь, а она катся кверх ногами. Вот так должна быть. Что тут у нас? Маска? Опять применение. Я видела отзыв у кого-то, в общем, не знаю, у какого блогера, чисто вот когда искала, что там не надо было, и видела отзыв на эту маску, там еще ролик, был там, отзыв попутно был на лимитированную коллекцию новогоднюю этого года, того уже года. Ну, короче, вот, которая сейчас идет, Ифражевская. Там была вот такая, может быть, не такая, но какая-то там маска, короче, была вот эта новинка, они, по-моему, с прошлого лета в Ифраше. И там было сказано, что, типа, хоть на тюбике написано, что маска этого тюбика, короче, на пять применений, но на самом деле там, типа, больше применений. Тут у нас 30 миллилитров. Так. Не поверите, она все-таки, правда, сделана еще во Франции. Какое счастье. Над мозги еще не научились это переливать из бочки неведомой. Улажняющая маска с агавой. 30 миллилитров. Хватает на пять применений. Ну, в общем, я ее сегодня заюзаю, а то мне после болезни кожа как-то... Хотя я тут молочком для тела сегодня утром увлажнила эту кожу. Не тушку, а лицо. Ваниль на вот это вот лимитка, короче, прошлого года, новогодняя. Белая ваниль или как-то так. Мне ее одна из подписчиков дарила. И вот это у меня молочко стоит. У меня же есть молочко для тела. Моя одна подруга этим молочком... Не этим, а вообще именно молочками для тела увлажняет лицо. Ну, типа протирает. Использует молочко для тела как молочко для лица. Ну, что бы мне не попробовать. Сейчас вот чувствую. У меня только вот здесь слегка шершавая. И вот здесь уже лучше, чем было первые несколько дней. Ну, дня четыре назад у меня вообще какой-то жуть была на лице. в общем, я из-за этого решила заказать эту маску. Ну, в общем, попробую. И кому интересно, могу отдельными вне пустых баночек как просто отдельный ролик записать, типа, вот маска, так-то хорошо, нехорошо. Я еще помню, что эйвановский, фрешевский, как он, гринмамовский крем, который для ног и сейчас ту серию кремов для ног и не только для ног, ту серию гринмамы, которую, часть гринмамы, гринного, которую продают в фикс прайсе и там у меня этот крем для ног есть. Ухлаждающий. Я обещала как-то отдельно обозреть. Вот тут, что-то я им тут одно время не пользовалась, тут начала снова пользоваться и вспомнила. Я помню, про этот ролик я обозрю. Ну и маску, если кому интересно, то оставьте камень под видео, я сделаю тоже обзор. Попользуюсь ей и скажу до пустых баночков отдельно. В общем, вот такой вот флакончик, кстати, сейчас мы глянем. Слушайте, как крепко-то открывается-то. О! Я только по долам от этого платья смогла. Очень крепко, но она внезапно не зафольгирована. Я думала, что зафольгирована будет, потому что вроде как такой флакончик. Никаких пленочек сверху нету. В общем, маска не зафольгирована идет. Ну, вот такая вот. С удовольствием буду пользоваться. Сюда пока положим. И да, почем счастье у нас. Где она у нас? Она сейчас стоит 260. Шла она там под скидкой 199. Я за нее отдала, но учитывая, что еще минус-бонус. 199. Да, тут уже подсчитаны, наверное, эти минусы. специальная скидка 1461 рубль. И, короче, раньше, по-моему, они были по 250 или как-то так. Потому что я так заметила, что в Фраше вот что-то с нового года немножко подорожало, что-то на 20 рублей. Вот эти гели для душа, которые при этом в России разливаются, при зернатюрке, 400 миллилитров, они сейчас на сайте стоят 269 рублей. Так они стоили 249, насколько я помню. Вот в Гринмаме тоже под Новый год каждый раз что-то дорожает. В общем, так как мне надо было делать заказ на полторы тысячи минимум, чтобы была бесплатная доставка, то как бы я заказала себе, там оставалась какая-то плюс-минус 103 рубля, да, 103 рубля мне что-то надо было заказать, чтобы вышло на полторы. Но на 103 рубля там вроде как за 103 рубля ничего нельзя было купить, но можно было купить за 105 рублей, за 105 рублей по скидке, а так оно стоит 129, можно было купить питательный бальзам для губ наливное яблоко на 4,8 грамма. И слушайте, я верила в это. Вот бальзам для губ еще сделан красное яблоко у нас, этот бальзам для губ, он все еще сделан во Франции. В общем, из этих лимитированных коллекций во Франции сейчас делают молочко парфюмированное для тела, бальзам парфюмированный для тела и бальзам для губ. А жидкое мыло, крем для рук или гель для душа делают в России и разливают из одной бани, наверное. Ну, крем для рук только, если из другой. В общем, вот такой бальзам, я его сейчас даже распакую. только потому, что он сделан во Франции, я уже думаю, что он намного лучше, чем если его делали в России, соответственно. Короче, как бы это снять-то все. Мне нравится бальзам для губ такого формата в Ифраше, и лимитки, и просто бальзамы не связанные никак с лимитками. В принципе, неплохие. У меня был последний раз с вишенкой просто какой-то, ну, вишневый бальзам, они по 129. Не знаю, подорожали они или нет, эти 129-рублевые бальзамы, но вот раньше они стоили 129, и я покупала последний раз именно с вишней, и мне его на год, что ли, хватило, или как-то так, ну, в общем, на приличное время. Не хочет он открываться, а вот он. Этот у нас вот такой вот стик. На мне, правда, помада сейчас. У меня телефон, кажется, звонит. Так, и он прозрачный. Очень приятно пахнет, кстати, я боялась, что я читала отзывы и знаю, как пахло красное яблоко русскими сделанное, и что писали отзывы, я так поняла, что без разницы, кем оно сделано, оно воняло ужасно. Пахнет сладкой, карамель, вообще сладким жженым сахаром. Оно пахнет у нас я думаю, что яблоко в карамели примерно вот похоже пахло бы. Очень приятный аромат, мягко наносится, и я думаю, что оно действительно будет увлажнять. В общем, не зря купила, 105 рублей по скидке, вот сейчас еще идут эти скидки, там киберпонедельник или что-то в этом роде, но по-моему скидки на эту серию новогоднюю просто сами по себе еще идут. По-моему, каждый год у них эти скидки бывают, то бывают, то не бывают. В общем, это у нас красное яблоко. Пом Руш, Ред Эппл или надмозговское наливное яблоко. Ну, может быть, наливное яблоко в каком-то плане есть, красное яблоко. Так, это у нас сюда идет. Я достаю. Где оно у нас сделано? Слава богам! Ладно, я хотела сказать слава дьяволу. Слава дьяволу! Оно сделано во Франции. Слушайте, я так боялась, что вот эта вот подарочная штучка будет тоже сделана в России, потому что как-то я купила в Ифраше, в оффлайнерском магазине. Вот что-то по типу такого, только зеленое или светло-голубое. Ну, в общем, какую-то умывалку по типу вот такой вот из этой серии Вежиталь или как-то там Сенситив или типа того. И она была сделана в России. Я не знаю, мои губы вот так вот говорят что-то. В общем, она была сделана в России, она была, ну, не то, день и ночь. Там было в этот раз у меня по рассылке как раз вот два подарка. За заказ один как бы чисто по рассылке, другой, видимо, за минимальную сумму на 890 рублей, когда покупаешь или как-то типа того. Вот это вот именно по рассылке шла, это у нас цифра ШЭ. Естественно, что еще может быть? Гидровый Житаль и что это у нас? Очищающий гель, интенсивное увлажнение 125 мл, сделанное во Франции. На 25% меньше пластика. Я думала, что это прикол Рашки, оказалось, что это прикол вообще всего и в Раше. Эко тюбы, эко-тюб, пластик, эко-тюб. Очищает и освежает кожу. Наносить утром и вечером на увлажненную кожу лица, деликатно помассировать, затем тщательно смыть. Протестировано под дерматологическим контролем. Избегать попадания глаза, ну, в общем, как обычно. Так, да какого оно? У меня сейчас дневной свет, и я его уже не увижу. Наверное. А нет, вижу. До октября 2021 года. Это счастье. В общем, все хорошо, все нормально. Нежно горьковато, оно пахнет слегка. Вот как-то так слегка горьковато. Удобная крышечка, хорошо открывается, туго, ну, не то, чтобы слишком туго, но не прольется при желании, оно защелкивается, как вы уже поняли, и вот можно вот так поставить. И будет ставить. У меня, конечно, приличное количество умывалок, у меня умывалка от Эйвен есть, Планеты Спа, этот белый чай, который я просила, ну, подписчица Лёлька, меня спрашивала, что ты хочешь, я ей сказала. В общем, она мне прислала. Потом умывалка есть от Эльфа Фарм, украинской косметики, которую мне Алена с Украины посылала. И еще есть какая-то умывалка сейчас у меня стоит от чистой линии молочко, которое, типа, как пенка, в общем, моей подруге купила баба. Она думала, что та, ну, та ее послала в магазин, говорит, купи мне, типа, мицеллярную воду. Та я ей купила, думая, что это молочко. Подруга тоже думала, что это молочко, и она молочко как-то не котирует. А говорит, тебе нравится молочко от чистой линии, увидев меня мицеллярку от чистой линии, я говорю, да вроде должно быть нормально. Говорю, мне к тому же подруга как-то другая дарила из Калининграда, Саша. Значит, ну, и она мне принесла в следующий раз, или я к ней пришла, отдала это молочко. Я, значит, подумала, что так почитала внимательно, уже без подруги, и поняла, что это не молочко, а пенка для умывания, но она тупо пенка для умывания, не холодно, не жарко от нее. Ну, в смысле, ничего она не удаляет, никаких макияжей, или типа того. И может быть, а еще у меня есть пенка какая-то там для умывания, корейская, которую еще мой бывший верующий в лёльку задарил подписчику, бывший подписчик, ну, и, в общем, теперь еще вот это будет, как-то так. Ну, как бы про запас, что. Это у нас подарочек. Сюда пока пойдет. Тут пакетик с подарочками отдельно, заказик отдельно. Я тут достаю пробники, вот это, да, любовь, которая для меня пахнет детской неожиданностью. Если ко мне сегодня все-таки придет подруга, которая вчера еще собиралась, вообще давно собирается, я это задарю. Ну, как бы спрошу, если захочет, то задарю, а то кто-нибудь в каментах вяхнет. Хотя, люди, которые ищут то, к чему придраться, всегда найдутся? Надеюсь, что всегда найдутся. Ну, как бы я к тому, что это, при желании можно к всему придраться, что если, типа, дарю, даже, а, как же это говорится, бери боже, шо нам не гоже, вот это вот, дарю боже, шо нам не гоже, хотела сказать. Ну, вот этот смысл, что мне не нравится, кому-то отдам, я имею в виду, что если человеку вдруг понравится, или захочется попробовать, или еще не знает, потому что мне, допустим, этот аромат совершенно не нравится, кому-то, возможно, прямо в любой всей жизни. Ну, я ей предложу, и вот тут у нас Дейке, Джон Джур, что это у нас? По-русски ничего, а, нет, по-русски внизу есть. Я думала, что, хотела сказать, что ничего нет, но на самом деле, что-то есть. Дневной флюид от морщин и для сияния кожи, но у меня морщин как бы нет, ну да ладно, пусть кожа посияет, попробуем. Это у нас, типа, такой крем. Почему? Тут еще три пробника. Раньше пробники можно было выбрать, там вот один, три пробника можно было выбрать сразу, там из кучи всего, а теперь пробники выбрать нельзя, их тупо пишут три бесплатных пробника и кидают то, что не ликвид, как я говорю. Но на самом деле, что-то бывает вот как не ликвид, это вот, да, любовь, ее везде суют, а что-то бывает как, видимо, просто попробовать. маска вот эта, я, в принципе, не ожидала, что такую маску положат, что вообще что-то положат путное, так что, в принципе, очень даже неплохо. Так, это у нас циферашек Grand Rouge Elixir, лак для губ с матовым эффектом, Grand Rouge, 7 мл, оттенок 103, да, 103, номер 18772R, вот это вот, 702. Вот такой вот, я давно на него смотрю, не именно на этот цвет, а вообще на этот лак для губ, мне просто интересно было, что это, но у меня что-то как-то и помад дофига было, и сейчас, в принципе, прилично. У меня как бы заканчивается никсовая помада от подписчицы в подарок, но она как бы от деляры подписчицы. Не то, чтобы вот совсем чуть-чуть, я думала, что она совсем закончится и в пустых баночках января будет, но там еще приличненько осталось, но все равно заканчивается. И цвет, конечно, это не такой, но у меня одно время периодически бывали подобного цвета помады, ну и, в общем, как я в каком-то видео уже говорила, наверное, в пустых баночках за январь, что в последнее время я как-то заказываю, вообще вот в ифрашине осталось того практически, чего бы мне хотелось заказать, вот так вот конкретно. Не знаю, с чем связано, но вот раньше я бы купила все что-то там, все подряд практически. Или даже вот эту, то, что мне не понравилось, купила бы, так просто про запас дать шанс. хотя то, что не понравилось, ряд ли бы купила, ну, в общем, купила бы много всего на распродаже. Сейчас вот у меня как-то срабатывает что-то такое, какое-нибудь, чего-то такое срабатывает, что я как-то не хочу покупать про запас, а хочу купить именно то, что давно хотела купить, но что-то сдушила жаба или как-то так. Или то, что действительно мне надо. И вот это то, что действительно мне надо, это будет уже чуть позже. Одно из то, что действительно мне надо, я так показала, это вот как раз маска, это увлажняющая. А то, что я давно хотела, это вот именно вот этот вот Гранд Руш, эликсир, лак для губ. Сейчас я гляну, сколько он там стоил. А стоил он, в принципе, прилично, чисто для меня прилично. Я столько никогда особо на помаду не тратила, но в Эфраше, конечно, тоже с момента вот этих санкций 2014 года много чего поддорожало. Можно было раньше купить помаду за 239 рублей чисто по скидке. По-моему, эта серия у них уже снятая, но мне у них нравились красная помада по цвету и коричневая. Я несколько раз даже их повторяла, как это принято говорить на Ютубе относительно косметики. Ну и как-то вот дороже, что-то по цене я никогда не брала. Тут же Лёля разорилась, не поверите. 579 рублей она стоит. Вот по скидке сейчас идёт, по вот как раз этих, ну, периодически там какие-то скидки бывают. Я не знаю, это связано с 3-дэй, ну, в смысле этим, или как он там, с киберпонедельником летосиана или просто какая-то скидка. Так она стоит 830 рублей. По скидке она шла 579. Ну и вот, вот она. Сейчас её попробую вскрыть. И сделана, конечно же, она во Франции. Скоро меня, если сможешь. Так, в подол пока положу эти слюды, кусочки. как бы у меня это вскрыть-то с другой-то стороны. Ну, мне как бы от Ифраши никто особо не дарит декоративку. Ну и ждать что-то там у моря погоды я решила заказать сама себе. Есть люди, которые жалуются даже на камеру, или так вот, была у меня знакомая, что лично меня жалуются, вот, никто не дарит, то есть всё. При этом человек тратил большие суммы денег на что-то вообще, какой-нибудь черпотреб, массами, кучей так покупал. Я считаю, что в принципе лучше что-то такое один раз себе позволит, чем покупать кучу всякого дерьма. Тут у нас 7 мл. Я считаю, что вполне себе нормальное количество, ну и, соответственно, сделанного Франции. Вот такое вот оно, я сейчас сделаю сводч, сама заодно увижу, как это выглядит. Зачем-то я его нюхаю. Удобная вот такая вот, мне кажется, щёточка, или как там она, много нанесла. Интересно наносится, и вот оно именно таким цветом, как я хотела, такой вот шоколадный цвет. Мне, конечно, может надо было включить верхний свет, у меня что-то тупо дневной свет и занавеска занавешенная. Я когда снимала обзор еды утром, то я занавешивала занавеску. Сейчас вот как-то может быть не очень светло, ну вот оно вот такое. Я, правда, не вижу, как это выглядит всё. И он вроде как что-то 12, что ли, часов на губах держится, или как-то так, если я ничего не путаю. Ну, в общем, посмотрим. Если тоже кому интересно, то могу потом делать как бы отзыв вместе с той маской. Вот сюда оно пойдёт. Надо как бы куда не вляпаться сейчас. и последнее, что я заказала. В принципе, что я тоже давно хотела, аж полгода. На что я заглядывалась, и у меня стабильно всё душила жаба, но потом что-то раздушила. 619 рублей набор. По отдельности, наверное, было бы чуть-чуть дороже покупать. 300 миллилитров. Это у нас. Я очень надеюсь, что он сделан во Франции. Пожалуйста. Разработано. Оно сделано в России. Я видела обзор. Есть какой-то блогер-мужик. Кажется, зовут его Сергей. И он, в отличие от каких-нибудь там пидоралистических людей, которые на себя кучу тонну косметики наносят и косят, или такие есть. Ну, в общем, под сексуальное меньшинство, как принято называть. Он делает обзоры косметики. Я так поняла, что делает приличное время. У него где-то 800 подписчиков. Я не помню ник его. У меня просто случайно, когда искала через Яндекс, Гугли, в общем, в Яндексе гуглила отзывы на лимитку коллекции вот этот новогодний этого года, мне Яндекс выдал его ролик. Я потом полазала, и там был отзыв на миниатюру, миниатюру такого шампуня, и миниатюры всегда, чаще всего миниатюры сделаны во Франции. Потому что у меня миниатюры еще пока не попадали, сделанные в России. Я его спрашивала, где оно было сделано, он так как ролик там нескольких уже месяцев, а это вышло где-то, может быть, конец июля, начало августа, в общем, конец лета прошлого года вышло, ну, во Франции, вот это, во Фраше, то он мне как-то написал, что типа не помнит, что это. Ну, если я найду или там специально, или вспомню примерно, как найти этого мужика, то ссылку на его канал я в этом ролике сделаю, или в инфобоксе, или в самом ролике. Может быть, даже на тот ролик. В общем, шампунь, он верит, что он все-таки иногда бывает, надмозги делают качественно. Он мицеллярный у нас, и судя по отзывам, он должен быть очень экономичным, должен подходить для жирных и тонких волос, какие у меня, и, в общем, что-то, ну, экономичный, хорошо промывает, там, надолго волосы должны быть чистыми. Не знаю, как на самом деле, вот я тут его слегка измазала этим своим пальцем. Так. Что это у нас? Очищающий мицеллярный шампунь с трактом, семян, маринги для всех типов волос. Глубокое очищение волос и кожи головы. Еще из этой серии есть скраб для волос, и, ну, я как-то не очень, или скраб для головы, как-то не очень проникаюсь этим всем. Я читала отзывы, они неоднозначные, но геморрит, как-то со скрабом, мне кажется, это вообще перебор. Скраб для головы волос, для волос головы, или как-то так. Ну, вот шампунь я хотела. В общем, я шампунь приобрела. Сказать, что я разочарована, что он розлит в рашке, еще ничего не сказать. Но будем надеяться, что он все-таки сделан нормально. И, в общем, если кто хочет, то я могу потом просто вот как-то сделать ролик, как бы отзыв за тест вот этих продуктов, бальзам, ну, в смысле, лак для губ, потом маска, вот этот шампунь. А это у нас, не поверите, а вот это еще сделано во Франции. Я так сейчас подумала, мыслью приколоться, допустим, шампунь был никакой, но бальзам все исправлял. Это у нас растительный уход для волос, бальзамополаскиватель с экстрактом маринги для всех типов волос 150 мл. Ну, а тут у нас 300 мл, соответственно. Мне всегда интересно было, почему в паре бальзам и шампунь бальзам всегда меньше в объеме, хотя чаще всего бальзаму тратится намного больше, чем шампунь. Он у нас не заслудирован, иногда вот бывает крышечка заслудирована, легко, довольно открывается. Чем-то таким знакомым, приятно травяным пахнет. Ну и, соответственно, если тоже у кого возникнет желание, даже чисто одного человека, потому что, ну, один запрос, уже запрос, кому-то интересно, да, то я сделаю тоже вот на него отзыв. Чуть более туго, чем бальзам для волос открывается, на мозге постарались. аромат одинаковый, очень чем-то знакомым пахнет, но вот сейчас не могу сказать. Ну и завтра я его заюзаю, у меня как раз сегодня буквально закончился этот эйвановский шампунь, причем я в пустых баночках вчера обезревала, думала, что на раз хватит, там меньше, чем на раз, там одна четвертая на раз была, ну, пришлось мне, короче, добавлять, чтобы помыть голову. экстракт семян маринги, 100% натуральный метод экстракции, формула содержит более 98% ингредиентов натурального происхождения, флакон подлежит вторичной переработке без силиконов, красителя и парабенов. Ну, как-то так, в общем, ученые эксперты марки и фреши, глубоко очищение волос и кожи головы. В общем, вот такой у меня заказ. То, что я рассчитывала и была, прям, ну, боялась, практически молилась дьяволу, черту, кому-нибудь там еще, своей этой инферноспиральной религии, чтобы оно было сделано не в России, оказалось, сделано действительно не в России, это вот эта вот пенка. То, что я даже подумать не могла, что все-таки может сделано быть в России, когда меня душила жаба, я решила, что возможно оно сделано в России. Но нигде никто не говорил, что оно сделано в России. Ну, просто никаких отзывов не было. Обычно люди, когда обозревают девушки, насколько мне больше известно, очень редко вижу я мужиков, обозревающих и фреши, вот, ну, помимо того, Сергея, девушки, когда обозревают и фреши, то они почему-то не говорят, где оно сделано. Очень редко, когда человек говорит, что, допустим, сделано в России или сделано во Франции. Вот это я имею русских бьюти-блогеров, вообще русских блогеров, ютуб-блогеров, или любых других блогеров, не только ютуб, которые просто печатают, да, текст, отзыв. Но, в общем, я надеялась, что он всё-таки сделан в России. Из всего, что у меня тут есть, из заказа у меня сделан в России только шампунь. Из подарков, сделанных в России, у меня ничего. И я ведь самое главное, я забыла, думаю, что-то ведь у меня ещё было. Я ещё вытащила первое из пакета это. А это вот в такой замечательной коробочке зелёной. Данки, данки, данки. Сэнкью, чего-то там, кито, сграся и тому подобное. Спасибо. И что-то я тут не вижу, на Япе, видимо, нету. Хотя вот вижу на корейском. Хотя, может быть, да, это по ходу дела. Может быть, это даже Яп. Я не очень в курсе, как оно этими самыми иероглифами. Канзи пишется этот Яп. Но, наверное, может быть, это всё-таки китайский. Как-то оно короче на обод глянуть, как у нас эта самая оригата пишется канзами. Ну, возможно, оно всё тут на китайском. Короче, дофига на каких языках, включая русский, это спасибо. И у нас прямо на коробочке вот напечатано набор из двух кружек. Размер, диаметр дна 5,5 см, диаметр по верхнему краю 8,2 см, объём 290. На сайте писались 320. Не знаю, в чём разница, почему так. Материал, это каменная керамика. Первый раз такое сочетание слышу. Рекомендации по использованию, смотрите, символы на упаковке, дата производства, изготовления, смысл и июль 2018 года. Сделано в Китае. Специально за Эйфроше. Вот, да, это, наверное, всё-таки на китайском было. Ихо-регата. Я просто вот, когда доставала, я сегодня увидела эту коробочку, доставала. То, что я никак не задарю человеку на Новый год, там была белая обычная коробочка, эти новогодние чашки Эйфроше. А здесь у нас зелёненькая. Меня так удивило. Ну, приятно так это как-то, зелёненькая. Такой обычно же этот значок Эйфроше тоже зелёненький. Ну и, в общем, вот оно. Вот оно. Можно оставить на СМР этого самого пенопластика. Вот именно такого пенопластика у меня нету ещё. И, слушайте, чашки. Кусочек пенопласта ввелся. Так, вот такая вот чашка. Хотя мне на картинке казалось, что на них что-то должно было быть подписано. А, да, вот только на одной, значит, подписано. Мой чай и мой кофе. Мой кофе. Мой кофе. Кохи. Очанобу. Пить чай. Помню, вот просто в тетрадочке с катаканой было. С хироганной катаканой. Короче, с каной. В общем, вот такие замечательные чашки. Тяжёленькие такие. Ну, может быть, тут действительно 320 миллилитров. Как писали на сайте, не знаю, даже 290. Но, в общем, они мне очень нравятся. Они именно так, как я их представляла и видела на этой картинке. И я довольна. В общем, можно сказать, именно из-за этих чашек был заказ сделан. Если б не эти чашки, я бы ещё долго-долго думала, хочу я этот шампунь, не хочу. Душит, точнее, хочу, но душит меня жаба или не душит. В общем, вот такой у меня обзор заказа и фраше. Всем спасибо, кто досмотрел до конца. Если у вас какие-то есть вопросы, что-то я тут решила закосвоить кого-то, наверное, или просто как это говорят. Типа, есть вопросы, пишите в комментах под видео, да. В общем, если у вас будет какое-нибудь желание у кого-нибудь на какой-нибудь продукт, типа сказать, да-да, Лёля, хочу обзор, скажи мне, как ты его потестила, как оно тебе, то напишите в комментариях, я с удовольствием сделаю обзор. И, в общем, снова всем спасибо за внимание, за ваши лайки, дизлайки, подписки. За отписки не буду говорить спасибо. Но я смотрю, у меня тут наконец-то снова уже пошли подписки. Не то, чтобы я там за это, типа, а, подпишитесь на меня, но просто с одного момента жизни, с которого уже пять с лишним месяцев прошло, от меня помню, я ещё девчонкой с одной такую тему обсуждала, она говорит, вот идиоты. Ну, как бы отписываться только потому, что... Ну, как бы смотреть, но при этом отписаться из-за того, что я там с кем-то перестала общаться. Короче, человек 400 от меня, наверное, разом так отвалилось. Некоторые, я так поняла, потом вернулись. Ну, видимо, из серии тех, что всё-таки можно смотреть и то, и другое, как-то вне зависимости от отношений того и другого человека, да, между собой. В общем, смотрю, у меня снова стал народ обратно подписываться. Может, конечно, подписываются совершенно новые люди, адекватные, никак не связаны с теми идиотами, которые... Я от тебя отписалась, а потому что там у тебя зубы молочные или ещё что-то, или квартира не такая, и т.д. и т.п. В общем, всем отличного настроения, не болейте, не косплейте Лёлю, Лёля всё ещё немножко простужена. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok